Это... это выражение... Альфис что-то прячет от меня? Что ты хочешь этим сказать? Она казалась стревоженной. Не обращай внимания. Я просто устал до мозга костей. Тогда почему бы тебе не подойти и не узнать, всё ли в порядке? Хоть иная твоя подчинённая, она ещё и часть твоей жизни. Только вот не начинай свои нотации. У меня нет на это времени. Мне нужно побеспокоиться об этом человеке, если он снова появится и... Да что не так с этим глазом? Чёрт подери! Убери это! Ох, видимо, ты до сих пор не знаешь. Что? Это и есть твоя сила. Ты не помнишь, когда на тебя напали? Именно тогда ты использовал свою оставшуюся силу. И почему-то это вернуло и меня к жизни. Именно поэтому тебе стало плохо. Твоему телу нужно было время, чтобы привыкли к новому источнику энергии. Конечно, я не учёный, но твой папстер много рассказывал мне о том, что знал. Прости, но я не понимаю. Всё, что я в своей жизни делал, это призывал кости. Я использовал даже костяные кулаки и пушки. Всё, лишь бы я смог выжить. Постой. Может, я смотрю слишком много аниме? Аниме? Объясню позже. Так, если у меня действительно есть какие-то силы, почему никто не рассказал мне раньше? Ох, Сэнси. Мне кажется, что всё началось с того, как он помог тебе и исцелил. Но произошло что-то неожиданное, и он ушёл, не сказав ни слова. Может быть, именно поэтому оно скрывалось столько лет, после того, как он не смог закончить. Боже мой! Так мелкие шажки не может быть! Постой. Ты сказала, что я вернул тебя к жизни? То есть, это значит, что ты знаешь того, кто на меня напал? Но как? Это сложно. Большего я объяснить не смогу. И, к сожалению, нет. Я в таком же смятении, как и ты. Я чувствую, что у меня здесь есть какая-то цель. Но не знаю, какая. Поэтому я просто позволяю этому вести себя в неизвестном направлении. Недавно я вспомнила. Я хотела попрощаться, прежде чем уйти. Но было уже поздно, и ты уже спал. После множества рассказанных тобой шуточек, я подумала, что тебе нужно отдохнуть. Мне было плохо от того, что я не сказала папирусу о своей болезни. В то мгновение, я не знала, почему некоторые монстры решают уйти, и провести последнюю минуту жизни в одиночестве. Затем ко мне пришло понимание, что это очень личный момент. Наслаждение жизни, что пролетает перед глазами. Воспоминание обо всем, что делало нас счастливыми. Словно это способ матери природы сказать нам, что мы прожили хорошую жизнь, что пришло время молодому поколению занять наше место. Затем... Затем... Затем, к моему удивлению, появился ты. Потом мы говорили, но все, что я помню, слишком размыто. Затем все потемнело. Но... Внезапно я вернулась. В этом не было смысла. Я должна быть частью прошлого. Но вот я здесь. Вместе с тобой. В другом времени. Интересно, есть ли еще монстры в ином мире? О... Не знаю, но чисто теоретически это возможно. Но, как ты и сказала, в этом нет смысла. Что ж... Раз уж ты до сих пор здесь и тебе интересно, можешь тут оглядеться. Увидеть наконец то, что Гастер раньше от тебя скрывал. Кстати, видишь ту штуку? Машина времени. Такое он тоже строил. Смешно? Хех. Что? Серьезно? Представляешь, он смог построить машину времени. Боже, сколько же у него было секретов. Вы двое так похожи. Не только в этом. Что он, что ты. Оба боитесь показаться слабыми в чужих глазах. Боитесь того, что о вас и ваших действиях могут подумать другие. Что можете разочаровать кого-то. Я старалась не замечать этого. Но даже тогда я не могла избавиться от чувства, что вижу в тебе твоего Папстера, словно история повторяется у себя. Прошу, я совсем не как он. Или нет? Черт, мне... Мне так отвратительно и постыдно мои же собственные действия. Почему? Именно поэтому я продолжала говорить, что не стоит хранить все проблемы в себе. Скрываясь, ты лишь больше от всех отдаляешься. Но, Санси, я всегда буду тебя любить и поддерживать, что бы ни случилось. Совещание закончилось. Что дальше будешь делать? Я не могу гарантировать, что мой план сработает. Просто хотел узнать, вдруг у Альфа съесть варианты, но... Я действительно никому рассказать не могу. Боже. Если бы я только знал о своих способностях, мне бы появился шанс против этого ублюдка. Череп слишком гудит. Думаю, сегодня опять буду спать в кабинете. Надеюсь, ты не забыл позвонить Папирусу домой? Не забыл. Что ж, я просто скажу ему, что срочно понадобился королю. Может, это что-то связанное с политикой. Проблема решена. Божечки. Отличное прикрытие. Прошли недели после спора между Сансом и Альфис по поводу того, что же им делать с людьми, осмелившимися оказаться в подземелье. Чтобы попытаться выглядеть менее подозрительно в глазах королевы, Санс сказал ей, что короевская стража уступила патрули в этой зоне, из-за чего они не смогут общаться так же часто, как раньше. Но при этом они смогут и дальше скрывать их разговоры от посторонних глаз. К облегчению Санса королева поверила его лжи и не пыталась выведать у него больше информации. Хоть Санса хотел сохранить ее дружбу, он не мог позволить себе рисковать разоблачением в тот момент, когда он опрометчиво обещал вещи, совершенно не соотносившиеся с его успехом в лаборатории. Это позволило Альфис избегать большинства лекций Санса, благодаря чему она смогла сконцентрироваться на работе. Но по какой-то причине она не могла избавиться от ощущения, что кто-то следит за каждым ее шагом. Андаин же полностью забыл о своем споре с Сансом, полностью сфокусировавшись на своих обязанностях. В то же время король все еще прикован к постели. Стража! Игрушка в руках мэра! Не скрывайте некомпетентность мэра! Мы хотим, чтобы он покинул город! Хватит использовать наше общество! Проваливай Сноудина! Гражданское недовольство в Сноудине начало стабильно расти после того, как вскрылись некоторые скандалы с мэром. Он воспользовался болезнью короля, чтобы без страха творить, что ему пожелается. Однако Санс не обращал на все это внимание. Он хотел лишь наслаждаться временем, проведенным с папирусом и призраком прошлого. Затем все внезапно изменилось. В то же время... Доброе утро, Санс. Найдется минутка? Да. Суд ищет кого-нибудь на роль судьи, так как один из магистров сильно занят. Мне кажется, для тебя это неплохая возможность подучиться. Не хочешь пойти добровольцем? Я не обманывай себя. Я ученый, а не политик или судья. У меня есть дела намного важнее, так что даже не лезь ко мне с этим. Но ты вроде давно еще говорил, что хотел бы... Я никогда не говорил подобного бреда, так что завали. То есть тема закрыта. У меня обе руки уже заняты, поэтому займись своей работой. И ради моего рассудка прошу, прекрати предлагать мне идеи и притворяться, что в ядре все хорошо. Готов поклясться, что ты упомянул что-то такое? Может, никак не вспомню. Божечки, этому старикаму точно пора на пенсию. Фанс! Где-то в округе Сноудина нашли человека. И я спасен. Отблагодарю ее за это. Ясно. У меня есть предложение получше. Видите мою верную последовательницу? Она увлекается политикой, так? Почему бы вам просто не взять ее вместо меня? Увидимся. Что? Стой! Это же неправда! Фанс! Превосходно! Прошу, пройдемте за мной. Я позвоню вашей матери, чтобы она вам с этим помогла. Нееет! Ох, Санси! Это человек! Это тот ублюдок, который являлся мне в видениях? Ну, какого черта твой брат там забыл? Почему он дружится с человеком? Он не должен этого делать! Я согласен. Он уничтожит нашу репутацию. Вообще, когда он начал нарушать правила? Не нужно докладывать андрейм. Я сам с этим разберусь. Ждите сигнала. Я так рад, что тебе весело. Эй, Папс. А? Ау, я не ожидал увидеть тебя так рано. Смотри, что я нашёл. Человек с именем Фриск. Фриск? Что за чёрт, Папс? Привет, малая. Уже промерзла до косточки? Что ж, везучая. Я на самом деле очень не люблю зиму. Потому что, знаешь, холод пронизывает скелетов насквозь. Это что? Сэнс! Довольно твоих! Тшшш, все услышат. Неудивительно, что ты у нас, Плапса. А что ж ты за... Следи за языком, бро. Тут напротив нас ребёнок. В любом случае, я собирался обсудить одну домашнюю проблемку. Домашнюю проблемку? Огос, знаешь, тут бегающий холодильник. Мы же его до сих пор не поймали. Стоп. Прости, малая, но я должен поговорить с Папсом о счетах. Потом мы сможем поиграть. Надеюсь, ты не против. Чё-то? Это займёт всего минутку. О, чуть не забыл кое о чём. Считай это подарок. Обещаю, что присоединюсь к веселью. А как же спагетти? Что ж, это подождёт. Пожалуйста, оставайся здесь, человек. Клянусь, я не забывал ни про какие... Нет. Э? Я хотел поговорить не про счета. Тот, с кем ты только что подружился. Я хочу сказать, что этот человек может оказаться не человеком. Так что тебе будет лучше просто забыть о нём. Чего? Я не понимаю. Так будет лучше. Просто доверься мне. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok